Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. Пик паводка придется на первую декаду апреля. Такой прогноз на совещание у главы Удмуртии Александра Соловьева обнародовали спасатели. Времени на подготовку все меньше. В зоне подтопления может оказаться более 20 населенных пунктов. Глава призвал подготовить маршрут эвакуации и места для размещения людей. О чем еще говорили на оперативном совещании, расскажет Марина Баль. Глава республики оперативное совещание начало с дорог. Ямочный ремонт стартовал. Александр Соловьев требует отчета от руководителя Миндортранса. Мы приступили к ямочному ремонту на дорогах и города в целом, и Удмуртской республики. Запущено два асфальтобетонных завода. Один в Воткинске, один в Ижевске. И планируется на этой неделе еще в УВЕ запустить. У меня просьба большая. Виктор Павлович Юрий Александрович, продолжать ямочный ремонт. Это не бросовые работы. Погода вести ямочный ремонт позволяет. В столице республики техника прошлась уже по 30 улицам. Ижевские власти уверяют, контролируют качество даже временного ремонта. Основные работы начнутся, когда потеплеет до плюс 15. Но все надеются, что случится это не резко. Иначе ижевские низины снова затопят. У нас проблемой остается улица Партизанская. Это и школа 65, это нижние точки, с которых водоотвезения практически нет. Поэтому оттуда вывозится снег и, соответственно, подготовленная машина с насосным оборудованием, чтобы вовремя откачивать воду от таяния городских снегов. Пока прогноз на паводок оптимистичный, но стопроцентной гарантии нет, предупреждают сотрудники МЧС. Спасатели совершают воздушный мониторинг рек и прудов. Запланированы взрывные работы. Уже идет распиловка и чернение льда. У меня один вопрос, Сергей Владимирович. Вот чернение льда. Вообще, насколько это эффективное мероприятие, дорогое, и почему мы его не расширяем масштаб? Чернение льда запланировано всего в 10 муниципальных образованиях на общей площади около 600 квадратных метров. Она эффективна, если где-то небольшие пруды, где нужно возле водослива, чтобы быстрее лед состоял. В Удмуртии 43 гидротехнических сооружения опасны во время половодья, а 19 из них бесхозяйные. Их глава просит взять на особый контроль. Договорились о том, что они будут следить главы муниципальных образований за этими прудами. Очень большая просьба, учитывая нашу пролетарскую, так сказать, любовь к не своему. Даже к своему-то нет порой любви. Очень большая просьба внимательно следить за этими прудами и сами тоже. Есть принято. По данным МЧС, в республике в зону подтопления попадают более 20 населенных пунктов и почти 4000 человек. Глава призвал подготовить маршруты эвакуации и места для размещения людей. А пока Ижевские улицы остаются в ледовом плену. На борьбу с гололедицей вышли волонтеры. Акция продлится до конца рабочей недели. В первый день добровольцев оказалось не так уж и много. Но организаторы рассчитывают. Горожане еще откликнутся. Присоединиться может любой желающий. Необходимую информацию они разместили в соцсетях на своей странице «Ижеволонтер». В эти дни федеральную трассу М7 инспектируют сотрудники Росветнадзора. Проверяют, где в нашей республике частники незаконно торгуют мясной продукцией. И, возможно, один такой рейд спас от некачественного шашлыка дальнобойщиков. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Этот дальнобойщик из Челябинска остановился на федеральной трассе М7, чтобы подкрепиться, увидел стоящий на дороге мангал и купил шашлык. Бизнес у проворного предпринимателя обещал быть бойким. День только начинался. Но хорошее настроение тут же испортили люди в форме. Все, пока реализацию прекращаем. Спорить с представителями Госветнадзора шашлычник не стал. Бесполезно. В этом месяце к нему они подходят уже в третий раз. И на все их вопросы он отвечает обреченно коротко. Есть документы какие-нибудь? Нет, нет. На это мясо свинины у жителя Можги нет ни ветеринарно-сопроводительных документов, ни отметок о происхождении товара. Сам утверждает, купил мясо в магазине у собственного дома, ест его со всей семьей, никто еще не отравился. Решил заработать, торгуя шашлыком на трассе. Очередной штраф в 5000 рублей встречает в штыки. Давай, докажите мне, что вообще по правилам мясо взят. Надо анализацию делать, да, проверить, чтобы. Если что-то выйдет, вот тогда 100 тысяч пусть пишет, что я людей отравляю. Если такой шашлык, что ты ешь там, что ты ешь, можно, пожалуйста. Как вас там же дышать не дает? Но главная претензия сотрудников госветнадзора – это то, что торговля мясом осуществлялась прямо на автотрассе. Законом это запрещено. И вот тут спорить уже бессмысленно. Вот эти все выхлопные газы, где содержится более 280 соединений всевозможных, они также все оседают на данной продукции, которая может вызвать онкологические заболевания, поражение сердечно-сосудочной системы. С начала года в Удмуртии уже более 100 человек привлечены к административной ответственности за торговлю мясной продукцией в неположенных местах. Мониторинг за качеством и безопасностью торговли ведется регулярно. Претензии и к частникам, и к целым предприятиям. В 2016 году проверено 153 предприятия, при этом выявлено 181 нарушение. Было изъято из оборота 68 партий объемом 946 килограмм. Составлено 110 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 874 тысячи 300 рублей. Основные нарушения продавцов мясной продукции – истекший срок годности, нарушение температурного режима, поврежденные упаковки и отсутствие сопроводительных документов. Дмитрий Вороновнин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». О необходимости ужесточить контроль за продажей продуктов говорят и законодатели республики. Свои предложения они намерены отправить в Госдуму страны. В Госсовете уверены, Роспотребнадзору необходимо вернуть право проводить внеплановые, внезапные проверки. Внешний государственный контроль, он обязан быть именно при торговле продовольствием. И он обязан быть нерегламентированно, как сегодня, раз в три года, там с разрешения прокурора и так далее, и так далее. Эту функцию необходимо придать Роспотребнадзору, как это раньше была у нас санэпидемстанция, так сказать. Они ходили и все это нормально проверяли. При этом, подчеркнул законодатель, главной целью таких проверок должно стать не наказание продавца, а защита потребителя. А мерой воздействия был бы не штраф, а предупреждение с последующим контролем исполнения. Ижевские власти пообещали вмешаться в ситуацию с доначислениями за тепло. Такое заявление сделал глава города. Напомню, с февраля в столице растет возмущение жителей, получивших платежки с корректировками за прошлогоднее отопление. Собственникам некоторых квартир доплатить по расчетам энергетиков придется от 5 до 13 тысяч рублей. Это очень серьезная проблема для нас, потому что вне зоны юридического влияния там есть и ошибки управляющих компаний, и, конечно, в целом политика энергосбит плюс. Наверное, надо было активнее заранее готовить эту тему. Наше управление ЖКХ для этого всегда открыто. Там есть специалисты, которые могут достаточно быстро и квалифицированно разобраться, или это ошибка, или это действительно факт, который есть. Мы уже рассказывали в наших сюжетах, что ошибки в расчетах не исключены, в том числе по вине неисправных тепловых узлов учета в домах. Многие собственники поднимают тему завышенной температуры теплоносителя. Ижевский городоначальник сегодня пообещал провести встречу с управляющими компаниями и с энергосбытовой организацией по этой проблеме. К другим событиям. Традиционная уже девятая по счету спартакиада Комосгрупп собрала в эти выходные 700 участников. Причем команды были сразу из трех регионов России. Кто стал победителем на этом празднике спорта, знает наша съемочная группа. На открытии зимнего этапа девятой спартакиады Комосгрупп звучало сразу три языка. На состязание съехались 18 команд из Удмуртии, Татарстана, Пермского края. Весна в Удмуртскую республику приходит вместе с спартакиадой Комос. Это безусловно, и хотя сегодня может быть не очень тепло и не солнечно, тем не менее ваши сердца, ваша энергия, ваше желание постревноваться по-настоящему согревает сегодня Удмуртскую республику. С каждым годом участников спартакиады все больше. Нынче уже 700. Парад открыли прошлогодние победители. Глазовский комбикормовый завод, Кеский сырзавод и Удмуртская птицефабрика. Это действительно праздник, который сплачивает коллектив. Люди готовятся весь год к этим соревнованиям. И на самом деле те, кто выступает в спортивных соревнованиях, это одни из лучших работников холдинга, потому что спорт поощряет волю к победе. Пока спортсмены готовились к лыжным состязаниям, прошли веселые старты для болельщиков. Тоже лыжи, но с препятствиями. Команда Глазовского комбикормового завода участвует в спартакиаде с первых игр. И уже два года подряд в победителях. Самое главное у нас – это корпоративный дух, сила командная обязательно, поддержка болельщиков, но и все те, которые в Глазове остались, они все нас тоже поддерживают. На старте руководители каждый знал – не должен подвести свою команду. На старт вышли все, без исключения руководители предприятий. Бежалось тяжело, самая главная задача была – выжить. Вот сейчас смотрю, все до финиша добежали, все большие молодцы. Могут не только руководить, но и бегать. Но, пожалуй, самое увлекательное зрелище – это семейные лыжные эстафеты. В Комосгрупп к ней особое отношение. Говорят, дети – это наша смена. Первыми финишировала семья Гусевых. Мама Натальи уже 7 лет работает на птицефабрике Вараксина. Кататься на лыжах любит вся семья. Конечно, любим. Почему не погулять? Каждый день, практически каждый день получается после работы. В Комосгрупп уверены, больше всего спартакиада нужна предприятиям, которые недавно появились в холдинге. Она воспитывает корпоративный дух. Вчера прошли отборочные игры. Борьба была ожесточенная. Вообще, было очень, конечно, интересно. Впервые мы увидели сотрудников с других организаций. Комос очень большое внимание уделяет спартакиаде, то есть здоровому образу жизни. Победила на этот раз команда удмуртской птицефабрики из Глазова. На втором месте – Глазовский комбикормов завод, третье – у Восточного. Елена Галимулина, Руслан Уриахметов, телеканал «Моя Удмуртия». В Пермском крае, в Голубом озере, у реки Чусовой, обнаружена самая глубоководная пещера России. И открыл ее наш Ижевский дайвер. Вход в пещеру был обнаружен почти 40 лет назад, но до сих пор никому не удавалось в нее погрузиться. Первым это сделал Владимир Федоров. Он проплыл вглубь пещеры на расстоянии 600 метров, достиг дна, а это 88 метров глубины. И, по сути, сделал большое географическое открытие. В 21 веке очень сложно там остров или материк открыть. До меня никто не видел эти участки пещер. То есть мой глаз видел это первым. Это, собственно, самое, наверное, ощущение, от которого хочется заниматься этим. То есть я говорю, может быть, и убеждаю себя, но мне так кажется, что какая-то другая форма энергии, наверное, присутствует в тех участках, где человек еще не тронул сознание своим эти пространства. Владимир Федоров отметил, в пещере обитает очень много рыбы. Исследования дайвера собирают продолжить следующей зимой. Летом сделать это сложно. В этот период вода бывает мутной. На этом все. Еще больше новостей узнавайте на нашем сайте. www.myudum.ru До встречи.